Сегодня очень важное и большое событие в культурной жизни региона. Мы открываем межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир». Это масштабный и яркий проект, который на протяжении 10 лет объединяет людей искренне преданных книге, талантливых издателей, авторов, представителей творческих союзов, библиотекарей, педагогов и, конечно, читателей, всех тех, которые по-настоящему искренне ценят хорошую, качественную книгу. Фестиваль «Читающий мир» дали старт. Это одно из самых ожидаемых событий года в Рязани. В течение трех дней каждый может погрузиться в мир литературы разных национальностей и направленностей. Фестиваль прежде всего посвящен книгам и их авторам. Поэтому главным действующим лицом фестиваля являются новые издания, которые к нам приехали из 30 субъектов Российской Федерации. И более 90 издательств здесь представлено. Замечательные авторы книг. Они проводят встречи с нашими читателями. Программа фестиваля весьма насыщенная. Встречи и презентации с писателями и издателями прошли накануне открытия фестиваля. Центральное событие фестиваля – открытие книжной выставки-ярмарки, где лучшую продукцию представляют издательства из разных регионов нашей страны. Орел – литературная столица России. Наконец-то в этом году это стало уже на законодательном уровне. Ну и Орел, прежде всего, славится тем, что у нас огромная плеяда русских писателей родились, жили, творили в Орле. То есть, прежде всего, это Тургенев, это Фед, это Лесков, это Бунин и прочие, прочие, прочие. И, в принципе, всех этих замечательных писателей вы можете увидеть на нашей стенде. Наш регион на ярмарке тоже представлен. Например, рязанский психолог и писатель Алексей Меринов на субчитателю представил свою книгу с очень любопытным названием. Моя книга о любви и о том, что иногда ложным образом за нее принимается. Я просто приведу классический пример, чтобы было сразу понятно. То есть, многие люди считают, что любовь – это когда мы бежим, сломя голову, когда амплитуда эмоций зашкаливает. И мы видим, на самом деле, ситуацию, когда человек, на самом деле, больше страдает. То есть, люди разводятся, люди расходятся, люди ссорятся. И поэтому книга называется «Любовь, похожая не на сон, как мы привыкли говорить, а на стон». Как утверждает сам автор, его произведения есть не только выдуманные истории, но и те, с которыми мы постоянно сталкиваемся в жизни. Книги – несколько десятков любопытных рассказов о сложных семейных отношениях. В общем, классик. Впрочем, по мнению Константина Чеченева, президента Ассоциации книгоиздателей России, современные издатели и писатели мало чем отличаются от своих предшественников. К примеру, 20-летней давности. Вот только нынешняя молодежь читает все меньше. Всегда хотелось, чтобы было больше. Ну, наверное, это мировая тенденция, когда очень много отвлекающих факторов. В социальной сети индустрии игр отвлекает, конечно, молодежь от чтения. Но это реалии, поэтому мы это, со своей стороны, должны сделать так, чтобы заинтересовать. Уже десятый год фестиваль «Читающий мир» главный в России. Ведь он не только радует читателей, но и в том числе именно благодаря ему в библиотеках региона обновляют книжный фонд. География участников фестиваля обширна. Москва, Санкт-Петербург, Орел, Иваново, Чечня. Более четырех тысяч номинований книг. Но в следующий раз авторы и издатели обещают расширить перечень еще больше. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».